Студия «Ардис» представляет. Анна Лерн. «Лунная радуга». Читает Нижегородова Александра. Разлепив глаза, я уставилась в облезлый потолок, на котором жёлтым пятном распластался солнечный луч, и тяжело вздохнула. Нужно вставать и собираться на работу. Стоп, какая работа? С сегодняшнего дня я в отпуске. Опустив ноги на холодный пол, я с минуту сидела на кровати, тупо глядя на свадебное фото, висевшее на стене, а потом встала и сняла его. «Давно пора», — проворчала я и ещё раз посмотрела в глаза бывшего мужа. «Козёл». Положив фотографию на шкаф, я поплелась на кухню и включила чайник. Уже полгода, как я делала чай только себе. Мои мысли снова вернулись к мужу, и я задумчиво посмотрела в окно, за которым медленно кружились жёлтые листья, опадая с огромного клёна. Десять лет назад, такой же золотистой осенью, мы с Костей вышли из ЗАГСа, и мне казалось, что это всепоглощающее ощущение счастья не пройдёт никогда. Мы были молоды, поглощены друг другом, и перед нами лежал весь мир, который хотелось покорить. Чайник закипел, и, вынырнув из воспоминаний, я бросила в чашку пакетик, от которого тут же поползли коричневые щупальца, окрашивая воду. Даже чай я по привычке покупала в пакетиках, как любил Костя, несмотря на то, что сама любила заварной. Нужно что-то менять в своей жизни. Глупо каждый день смотреть на свадебное фото и упрямо тащить из магазина этот гадкий чай. Я подняла голову и столкнулась с потухшим взглядом своего отражения в зеркальной дверце микроволновки. Бледное сунувшееся лицо, круги под глазами, кое-как собранные в пучок мышиного цвета волосы и почти незаметные брови делали меня похожей на больную. Схватив только начатую упаковку пакетиков, я швырнула ее в мусорное ведро, а чай выплеснула в раковину и сделала себе кофе. Вот так-то лучше. Пора обзаводиться новыми привычками. Жили мы с Костей неплохо, вот только он постоянно откладывал с детьми. Мол, сначала нужно встать на ноги, купить квартиру, машину. Квартиру мы купили, машину тоже. А у него снова находились причины. Нужно работать, потому что обозначилась перспектива карьерного роста. Нужно съездить за границу, потому что с ребенком мы себе этого не позволим. Потом его перевели в другую область, и все началось сначала. Мне исполнилось 34 года, и я решила поставить вопрос ребром. Приготовила ужин, надела свое лучшее платье, и когда Костя пришел с работы, встретила его при полном параде. Он удивился, занервничал, и когда я завела разговор о детях, признался, что у него другая женщина, и она беременна. Я молча смотрела на него и не понимала, о чем он говорит. «Женщина ждет ребенка. Ребенка, которого я вымаливала все годы нашего брака». Разлучницей оказалась его секретарша Милочка, младше его на 20 лет, с огромными голубыми глазами, подкачанными губками и наращенной копной блондинистых волос. У нее был томный голос, длинные ноги и пятый размер груди, выпирающий из узких кружевных кофточек. И у меня началась другая жизнь. Я ушла на съемную квартиру, устроилась поваром в заводскую столовую, и все мое существование превратилось в один сплошной день сурка. Подъем в 6 утра, чай без сахара, несколько кварталов пешком на работу и обратно, безвкусный ужин и бесконечные сериалы. Через полгода я превратилась в непонятное существо с торчащими ключицами и запавшими щеками, от вида которых мои коллеги морщились и пытались меня накормить. Пришлось взять отпуск, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Хватит гробить себя из-за мужика. Не я первая, не я последняя. Выпив кофе, я приняла душ и решила прогуляться, тем более что осенний солнечный день очень к этому располагал. Возле моего дома был большой сквер, и я направилась туда, с наслаждением вдыхая запахи прелых листьев, грибов и грустный аромат хризантем, мелькающих между деревьями яркими пятнами. Октябрь будто художник раскрасил весь мир в пестрые цвета. Мне всегда казалось, что природа никогда не выглядит так восхитительно и трогательно, как осенью. Позолото на деревьях, багровые оттенки крови на кустах и до сих пор изумрудная зелень травы, исполосованная узкими парковыми дорожками. Меня охватила легкая грусть, и, выбросив собранные кленовые листья в пруд, я пошла в сторону шумного проспекта, решив побродить по магазинам. Но стоило мне пройти несколько метров по тротуару, как из резко набежавшей тучи палил дождь. Недолго думая, я заскочила в первую попавшуюся дверь, даже не обратив внимания, что это магазин довольно знаменитого бренда. «Поздравляем! Поздравляем вас!» Я испуганно отпрянула от двух молодых людей в строгих костюмах, которые резво подбежали ко мне, и один из них протянул гелиевые шарики. «Как тысячный посетитель нашего магазина вы выиграли сертификат на трехдневный бесплатный отдых в лучшем санатории края». Я сначала не поняла, о чем он говорит, но постепенно до меня начал доходить смысл его слов. «Сертификат в лучший санаторий?» Вот это неожиданность. Приняв из его рук шарики и конверт, я растерянно покрутила его, и парень услужливо сказал, «Внутри все подробности и телефон организаторов. Обязательно позвоните им, они запишут ваши данные». «Спасибо». Я все еще находилась в шоке и, видимо, начинала раздражать его своей тормознутостью. «Вы должны что-то купить». «Купить?» Я была не готова покупать вещи в таких магазинах, ни морально, ни материально. Протянув обратно конверт и чувствуя неловкость, я ответила, «О, нет, здесь все слишком дорого для меня». «Серега, пусть забирает этот чертов сертификат», вдруг раздраженно произнес второй парень. «У меня нет никакого желания скакать с этими шарами. Думаешь, те, кто могут позволить себе шопиться в нашем магазине, поедут в санаторий по сертификату? Я тебя умоляю. Весь день будут посылать нас, а оно нам надо?» «Вам повезло», буркнул Серега, и они пошли к прилавку, моментально потеряв ко мне интерес. «Спасибо еще раз», смущенно произнесла я им вслед и быстро вышла из магазина. Ёжась от холодных капель, попадающих за воротник, я бежала к дому и, наверное, выглядела как идиотка с разноцветными шарами в руке. Уже сидя на своей кухне за чашкой кофе, я достала из конверта красочный сертификат и листок с временем и местом, куда нужно было подойти. «Так это же завтра!» «Ерунда какая-то!» «Я не могу вот так вот с бухты-барахты!» Но тут в моей голове будто что-то щелкнуло. «А почему бы и нет?» «Поеду, отдохну на халяву, развеюсь в конце концов. Все, решено, еду». Я позвонила по указанному номеру телефона, и вежливая девушка внесла мои данные в список. Потом она спросила, в каком именно магазине я выиграла сертификат и попрощалась, пожелав хорошего отдыха. Собрав сумку с самыми нужными вещами, я поставила ее у двери и занялась домашними делами, периодически возвращаясь мыслями к неожиданной поездке. Не знаю почему, но у меня поднялось настроение, и я даже подпевала радиоприемнику, из которого лился очередной хит. У меня было предчувствие, что обязательно случится нечто хорошее, значимое, и оно всколыхнет мою скучную и серую жизнь. Ведь сертификат мне достался совершенно волшебным образом, а значит, это знак. Если бы я знала, насколько была права. Проснулась я от того, что над моим ухом настойчиво дребезжал будильник. Прихлопнув этого звонящего монстра, я села в кровати и по привычке уставилась в стену. Господи, как хочется спать. Но тут я вспомнила о своей поездке в санаторий, и сон как рукой сняло. И так намечается хоть какое-то приключение. Я привела себя в порядок, наскоро позавтракала, надела тёплый спортивный костюм, кроссовки и, прежде чем выйти, окинула квартиру внимательным взглядом. Вода перекрыта, газ тоже, все шнуры выдернуты из розеток. Теперь можно отправляться в путь. Подхватив сумку, я вышла из квартиры и бодренько потопала вниз, снова почувствовав лёгкий укол в сердце. Что-то должно произойти. Волшебное, невероятное, удивительное. Площадь автовокзала ещё была немноголюдна, но свой автобус я отыскала сразу. Он стоял чуть поодаль от остальных, и возле него крутился пожилой мужчина, то заглядывая под капот, то постукивая по колёсам, ногой в большом старом ботинке. «Это вы в санаторий везёте?» спросила я. И он кивнул, дружелюбно взглянув на меня. «Да, девонька, забирайся внутрь». Я нырнула в тёплый салон и беглым взглядом окинула разношёрстную компанию, каждый из которой, видимо, тоже получил свой кусочек счастья в виде сертификата. Полная тётка за пятьдесят с короткой стрижкой и будто извиняющейся улыбкой на круглом лице, рожеволосая худенькая девушка в круглых очёчках, взъерошенный парень в очках с толстыми линзами и молодящаяся шатенка в дорогих очках и с хорошей укладкой. «Одни очкарики. Их что, специально выбирали?» Я уселась на свободное сидение у окна и сразу заметила быстро идущую к автобусу немолодую, но ухоженную блондинку в кашемировом молочно-сером пальто. Её умело накрашенное лицо было холодным и надменным. Королева не иначе. Через минуту она уже была в салоне автобуса, и её ледяные глаза скользнули по каждому из нас. Равнодушным голосом она монотонно рассказала, что нас ждёт в прекрасных и чудесных местах отдыха, и начала перекличку. «Виктория Малинина». Услышав свое имя и фамилию, я подняла руку. «Я». Она посмотрела на меня, как на пустое место, и продолжила. «Ну и чёрт с тобой». После переклички ей начали задавать вопросы, и она с вежливой улыбкой ответила на каждый из них, после чего кивнула добродушному водителю и уселась на своё место. Автобус тронулся, и вскоре мы уже выезжали из города. На секунду у меня появилось острое ощущение, будто я уезжаю навсегда, и больше никогда не увижу этих серых домов и уютных улочек. Глупости какие-то, просто волнение. Я вставила в уши наушники и прикрыла глаза. «Интересно, сколько мы будем ехать? Что это за место?» Автобус мягко ехал по трассе, и, убаюканное мерным покачиванием, я не заметила, как уснула. Меня разбудил ужасный скрежет, и, распахнув глаза, я тут же была ослеплена ярким светом, а во рту появился железный привкус. Но это длилось лишь доли секунды, и на меня обрушилась плотная тьма, увлекая в свою пульсирующую пасть. Многим жителям Синцерии этой ночью показалось, что они видели Божьи знамения. Темное покрывало неба внезапно вспыхнуло, засияло, разлетелось огненными отблесками, освещая все вокруг призрачным мистическим светом, и по всей Большой империи поползли разговоры о грядущих событиях. Одни твердили, что быть в войне, другие пророчили голод и засуху, а третьи, наоборот, вещали о том, что грядут счастливые времена, полные спокойствия и изобилие. Но эта странная вспышка никак не отразилась на жизни Синцерии. Необычное явление привело шесть душ, так нелепо прервавших свой путь в одном из измерений огромной паутины миров. Продолжение следует... Продолжение следует...